Всем привет! Спасибо всем, кто проснулся этим утром и пришел, чтобы послушать мой доклад. Кликер можно чем-то переключать? Доклад, да, как уже объявили, про Urban Canyon. И я сегодня расскажу, собственно, давайте запустим. Пока настраивается, давайте я расскажу, о чем будет доклад. Доклад будет про позиционирование, про определение местоположения пользователя с помощью мобильного телефона в целом и про особенности определения местоположения в больших городах. Потому что любая местность, где пользователи ходят с телефоном, она имеет какие-то свои особенности. И если это большой город, особенности одни, если это тундра, у вас геологи, туристы, походники, то там немного другие особенности. Сегодня я буду говорить про города. Собственно, почему была выбрана такая тема? Сейчас я работаю в компании Джуна. И Джуна – это такая молодая компания, которая создает логистическую платформу для самодвиживающихся автомобилей. И в качестве первого этапа был выбран некоторый сервис по заказу такси. Таких сервисов много, но сейчас он позволяет наиболее полно отладить все механики по слежению за машинами и так далее. За время работы у нас уже накопилось более 15 тысяч водителей. Было совершено более 2,5 миллионов поездок и большинство поездок в Манхэттене. В самом, наверное, самом показательном мегаполисе. Манхэттен выглядит вот так вот. Здесь я сделаю маленькую оговорку. Если кому-то плохо видно презентацию и нельзя различить детали, ее можно скачать на совете dragunov.pro. Сверху ей прикреплена ссылка на файл. Качайте, смотрите. Как я уже сказал, большинство наших поездок происходит вот на этом клочке земли с небоскребами. И мы накопили опыт по исправлению ошибок GPS в таких ситуациях. Но давайте по порядку. Собственно, что есть на телефоне? Как можно узнать свое местоположение? Доступно не так много. На телефонах, неважно, Android, iOS или что-то, можно определить местоположение по глобальным системам позиционирования. Здесь и дальше для простоты я буду писать GPS. Хотя по факту в многих телефонах уже давно стоят смешанные чипы GPS GLUNAS или даже другие Galileo системы. Но программистам на уровне телефона они недоступны. Есть некоторый провайдер позиции, который выдает смешанную координату и достучаться до ее деталей практически невозможно. Второй вариант – это нетворк. Нетворк – это некоторая агрегированная позиция, которую телефон считает, он получил с помощью сетей. Там намешаны сотовые связи, сотовые сети, Wi-Fi сети, все что угодно. Мы тоже детали узнать особо не можем и повлиять на это никак. Можем выбирать либо GPS, либо нетворк, либо в андроиде есть фьюз локейшн, которая по факту то, что сейчас доступно. Вот как выглядит GPS трек. Наверное, многие видели. Он идет примерно по улицам. Это не Манхэттен, это пригород Лонг-Айленда. Трек попал практически на улицу, никаких ошибок нет. Все красиво и можно представить, где проехала машина. А вот как выглядит нетворк-трек. Красными точками отмечено, где действительно мы знаем, что была машина. Синяя линия их просто соединяет. Как видите, в развитых странах, в плотной застройке, количество сетей такое, что определить, где ехала машина, можно просто по Wi-Fi сетям, которые мы нашли. Но тут надо оговориться, что когда вы используете GPS, нетворк, их лучше не смешивать. Потому что в итоге получается вот такой трек. И определить программу, на где ехала машина, становится сложнее. Поэтому всегда, я к этому еще вернусь, используйте один источник, чтобы не создавать лишней путаницы. Это кратко о том, что нам доступно. Теперь поговорим, какие проблемы это вызывает. Проблемы я разделил на четыре группы. Это внешняя среда. Это ошибки, неточности, вызванные тем, где наш пользователь находится. И от чего он... Ну, просто местоположение, особенности рельефа и так далее. Технические особенности телефона. Отдельная большая группа ошибок вызвана тем, что телефоны разные. Мы об этом поговорим. Ошибки в данных и накопленная погрешность. Рассмотрим по порядку. Внешняя среда. Urban Canyon. Сам термин был введен с расцветом городов. Для того, чтобы примерно понимать, о чем я, давайте проведем, что ли, викторину. Кто вообще имел дело с GPS, пользовался GPS-приемниками и чем-то? О, практически все отлично. Кто знает, чем знаменит Меркатор? Отлично. А кто знает, чем широта от долготы отличаются? Ну, отлично. Окей. Urban Canyon. Вернемся к докладу. Urban Canyon. Это термин был введен с расцветом городов в связи с активной высокой застройкой на таких островах, как Манхэттен, где земля очень дорогая и много капитала. Вырастали города вверх. Улицы превращались практически в аналоги природных каньонов. И в них начинались различные процессы, которые характерны для каньонов. Ветра вдоль улицы, климатические изменения и погрешности техники, в частности, GPS. Система GPS работает так, что для навигации ей надо видеть спутники. Желательно в прямой видимости, потому что сама идея — это замер времени прохождения сигнала от спутника до телефона. Желательно иметь три и больше спутников. Пересекая сигнал, мы получаем наши координаты. Причем спутники лучше иметь не в ряд. А телефон в большом городе видит примерно так же. Очень маленький кусочек неба, выстроенный в линию. Соответственно, спутники выстраиваются тоже, которые он видит в линию. Мы получаем ошибку триангуляции, большой разброс координат, и все плохо. И вторая особенность, важная урбан-каньона, что из-за того, что земля дорогая, ее используют очень мало, и здания используют всю землю, на котором она находится. Фасады плоские. Они очень хорошо отражают сигнал. И с точки зрения пользователя GPS, для нас этот каньон выражается тремя проблемами. Это в целом низкая точность позиции, большая погрешность. Позиция уплывает с места. Раньше я думал, что это проблема только дешевых телефонов, потому что в Москве эта проблема проявлялась на первых моделях, на первых чипах Surfstar. Но в условиях неплохого сигнала практически все чипы дают такой интересный эффект, что когда машина встает где-то между небоскребами, сигнал продолжает ехать дальше. И систематическая погрешность. Из-за того, что фасады небоскребов плоские, сигнал от некоторых спутников может отражаться от фасада, проходить дополнительное расстояние, либо многократно даже отражаться, и приниматься телефоном как за основной сигнал и просто получить сдвиг. Вот как выглядит сигнал в центре Манхэттена. Как мы видим, у нас трек, во-первых, имеет большую систематическую погрешность, он смещен на запад. У нас есть полностью потеря каких-либо координат уплывания. И вот то, что я говорил, уплывание постепенное при стоянке. Вот здесь высаживали пользователя, и машина стояла. А мы получили данные, будто она ехала, причем ехала в большинстве случаев вполне себе направленно, постепенно, но поперек района. И с этим приходится работать. Вторая проблема – это туннели. Туннели натыканы в больших городах часто. Это уже проблема не только Манхэттена, но в нем она вполне себе выражена. Туннель, помимо прочих своих проблем, это еще и маленький каньон, как правило, потому что у туннелей есть въезд, когда у нас вырастают стены. Если мы используем смешанную позицию, в этот момент у нас начинается активное переключение между сетями, между провайдерами позиции, все постепенно ухудшается. Потом пользователь в туннеле, и он просто пропадает. И если суммировать все проблемы, в туннелях у нас на въезде низкая точность позиции, потом у нас нет ничего, и потом у нас большой лаг после туннеля. Вот есть показательный туннель Квинсмиттаун. Он проходит вот так с большим виражом уже в части, скрытый от глаз спутника. И трек характерен тем, что на въезде у нас сигнал есть-есть, он пропадает. Потом мы вроде бы выехали вот здесь из туннеля, но позицию у нас здесь только нетворк, я специально его добавил, не стал фильтровать. Она уходит далеко за пределы экрана, потому что иногда у сервисов, которыми пользуется телефон для сопоставления Wi-Fi, точек доступа сотовых сетей и позиции данные неправильные. Вот в частности на выезде из Квинсмиттауна точка скачет за сотни километров вбок. И GPS-координаты у нас появляются значительно позже, вот здесь, когда пользователь уже проехал развязку и вполне себе несколько минут ехал снаружи. Это связано с тем, что, во-первых, GPS долго определяется, некоторые чипы успевают потерять так называемый альманах, пока катаются в тоннелях. А во-вторых, даже если они быстро определяются, они все равно эти данные не могут отослать. Нету просто сети. Это что касается тоннелей. Следующий слайд я сделал ровно месяц назад в связи с событиями в Москве. Для тех, кто не знает, в Москве поставили такую суперглушилку, которая переносит все координаты рядом с Кремлем в ближайший аэропорт. Мы с таким, честно говоря, не сталкивались. Сервис Джуна работает сейчас только в Нью-Йорке. Но тут надо понимать, что в Кремле стоит, судя по журналистским расследованиям, в Кремле стоит не разработка секретной НИИ. Стоит вполне себе продукт от европейской компании, которая собирается партиями. Значит, таких приборов много. Они постепенно будут появляться в разных местах, в разных странах. И когда-нибудь, скорее всего, все с этим столкнутся. Остается надеяться только, что технология не будет использоваться повсеместно. Это помехи переводящие. Некоторые, ну, телепортирующие, пользователи GPS куда-то. Есть еще помехи активные. Иногда есть такой вариант мошенничества, когда пользователи заглушают сигналы GPS помехами на частотах работы GPS. Иногда встречается, но там просто все пропадает. С этим тоже, ну, вот с этим можно бороться только административно. Вот. Но это все, что касается внешней среды и ошибок, связанных с внешней средой. Дальше технические особенности телефонов. Если у пользователя ломается экран, он идет в ремонт, его чинят. Если у пользователя деградирует батарейка, он либо всю жизнь сидит на шнурке, либо пытается купить телефон, либо меняет весь телефон. Если у пользователя ломается GPS-датчик, он, как правило, пишет, что разработчики криворукие. В плейб-маркете вы можете задать все. Ну, то есть версию операционной системы, желательную диагональ, еще куча параметров. В GPS там представлено только наличие. Поэтому технических особенностей очень много. В частности, некоторые китайские телефоны просто дребезжат. Иногда в телефоне отпаивается антенна. Это никак не контролируется самим телефоном. И все плохо с точки зрения координата. Гораздо хуже мы тестировали партию китайских телефонов, которые сознательно врали в GPS. То есть координата едет, координата не ложится на карту примерно никак. У нее совершенно жуткая погрешность. Но при этом телефон исправно говорит хозяин, 3 метра, вот я максимум ошибся. Ну, 4. Хотя там 50-метровая ошибка. Бывают телефоны с систематической погрешностью. В целом, все координаты очень хорошо повторяют контуры улиц, только на 50 метров левее. И неважно. Это в городе, в чистом поле. Поэтому, грубо говоря, когда... Ну, это что касается специальных ошибок. А если ошибка вызвана технической неисправностью, то это, скорее всего, дребезг. Это, скорее всего, такой урбан-каньон везде. То есть даже в поле телефон чувствует себя неуверенно. Часто даже пишут, что accuracy большой, они понимают, что происходит. Но это технические неисправности, лечится только пайкой. Ну и приложение можно выгрузить. Если на телефоне мало памяти, то ни на андроиде, ни на iOS мы по факту практически не можем влиять на выгрузку приложения. Тем более, если оно не на главном экране. А основной паттерн использования для такси какой? Водитель взял заказ, посмотрел, куда ему ехать, запустил навигатор. Тяжеленное приложение, которое крутит карту и говорит пользователю, куда едет. Соответственно, наше приложение и все подобные приложения уходят в фон. Максимум рисуют где-то пентаграммку, отсылают пуши. И в этот момент очень возможно, что память закончится и вас просто выгрузят. Это надо всегда помнить и стараться, чтобы такого не было. Вот. Но это что касается ошибок собственной особенности телефона. Дальше данные. Как только вы начинаете не только полагаться на телефон и что-то делать с данными, у вас появляется целое дополнительное, целое место, где могут быть ошибки. В картах есть намеренные искажения. Все производители очень не любят, когда у них воруют карты. А чтобы как-то это доказать, они иногда рисуют домики, которых нет. Или улицы, которых нет. И если карты кто-то качает, и эта улица у них появляется, можно идти в суд. И такие искажения есть у всех. Военные, ну, во времена Советского Союза на генштабах были специальные искажения, чтобы враг не проехал. Но те карты практически не используются для современных позиций. и поэтому этих искажений практически уже нет. Ну и по лицензионным вопросам, соответственно, слайда с намеренными искажениями я сделать не смог. Вот. Ошибки карты. Карта может иметь неточности. Причем любая карта, неважно, кто ее поставщик будет. Google, Яндекс, Том-Том. или какие-то наши поставщики. Все карты имеют ошибки. Все карты могут быть не нарисованы. Ну, выражаются ошибки примерно в этом. Вот. В Манхэттене в центре на OpenStreetMap было три дороги, съезжающиеся в перекресток, все с односторонним движением. Наверное, там в центре была какая-то черная дыра, которая компостировала машины, не давая переполниться этой площади. вот. И ошибки репрезентации. Ведь карта это просто модель существования мира. И модель отображает наш мир с какой-то точностью. Вот есть один перекресток. Он это перекресток в Минске. и улица, которая идет с севера на юг, она очень широкая в районе перекрестка. Там куча полос, но улица представлена одной линией. Если мы, допустим, поедем с востока на север, то мы повернем, будем поворачивать, скорее всего, где-то вот здесь. По из крайней правого ряда поедем, поедем, поедем. Вот как-то так наш трек пойдет. Соответственно, если GPS еще ошибется не в правильную сторону, точку мы получим где-то здесь. Вот. И до улиц нам будет метров пятьдесят. С точки зрения наших программ, мы будем где-то посередине микрорайона кататься. Это тоже приходится учитывать. Вот. Это ошибки в данных. И третье накопленная подгрешность. Это ошибки, связанные с тем, как мы эти данные будем обрабатывать. Мой любимый пример. Представьте, что вот это театр, и наш пользователь едет, хочет вечером послушать оперу. Что он делает? Он достает приложение и пишет какой-то театр. И представляет, что он попадет сюда, где зеленая точка. Мы хотим же удовлетворить пользователя. Мы лезем в геокодер, программу, которая решает, где пользователь, где находится то место, которое пользователь написал в адресе. Допустим, мы не ошибаемся, мы видим вот этот огромный дом. Но мы не можем передать водителю дом, мы должны ему точку передать, куда ехать. Мы начинаем как-то извращаться, представлять центр масс, геометрический центр фигуры дома, и возвращаем желтую точку. Но водитель не едет в точку по азимуту, он использует навигатора, передает эту точку навигатору, навигатор знает про дороги, навигатор не знает про дома. Навигатор прикидывает желтую точку, так, куда бы поехать, поеду к ближайшей улице, и выбирает красную точку, как ближайшая, потому что все остальные дороги просто дальше. А вот этих всяких подъездных путей, они могут быть, во-первых, отсутствовать в нем, во-вторых, они, скорее всего, закрыты для движения. В результате пользователь приезжает куда-то. Водитель такси говорит, все, чувак, мы приехали, спасибо тебе, пока у меня следующий заказ. А пользователь куда? Я хотел совершенно в другое место. И хорошо, если ближайшая улица, как здесь, имеет поворот в ту сторону. Иногда приходится объезжать пару кварталов. Поэтому всегда храните координату, которая наиболее близко подходит к тому месту, которое требуется. Как правило, в работе с картами каждое следующее преобразование теряет точность. И лучше несколько раз все-таки посчитать заново, чем терять и терять точность в результате провести или провязать пользователя карты совершенно не в том месте. это собственно все, что касается ошибок. И теперь давайте поговорим о том, как с этим жить, как с этим бороться, как сделать, чтобы в вашем приложении таких ошибок было как можно меньше. Первое это фильтрация. Идея тут простая. Мы собираем с чипа данных столько, сколько вообще можем. Все, до чего мы можем достучаться, мы сохраняем, а потом просто выкидываем самые плохие координаты и надеемся, что в сухом остатке у нас останется хороший, красивый, годный трек. Поэтому мы собираем больше, 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 больше. Потом идет фильтрация. Потом, как я уже говорил в начале, необходимо выбрать какой-то один провайдер, чтобы у нас не было смешения природы координат, когда у нас полтрека определено через GPS система, полтрека через сетевое определение местоположения, это просто устранит дребезг. Ну и учитывать физику. Если у нас координата явно относится вправо, влево, сейчас он в одном районе, а через секунду за три квартала отсюда, скорее всего что-то не так, и эту координату тоже нельзя использовать. В качестве верха фильтрации можно использовать работа фильтра. Это одна из внутренних систем нашего стартапа, где показан процесс отбраковки точек. Более темные точки это оставленные точки. Чем краснее точка, тем хуже у нее точность, поэтому мы можем видеть, что где-то было ухудшение координат, мы не одну точку использовали, здесь была пробка, точки шли подряд, мы использовали только по одной точке из близлежащих. Так работает простая фильтрация. А в качестве верха фильтрации можно назвать фильтр Калмана. Мне сказали, что в Новосибирске много НИИ, и этот слайд все поймут. Поэтому я на него 10 секунд зашел. В общем, вот фильтр Калмана в общем виде, это матричная форма, он так работает. Если вы также не поняли, как я в первый раз, основная идея этого фильтра, то, что он пытается моделировать движение, у него есть такая матрица как F, через которую можно задать моделируемые параметры, это по сути связь между изменяемыми параметрами, то, как машина едет. У него есть матрица B, где можно задавать управление этой машиной, и соответственно в этот фильтр можно прокинуть поворот колес, нажатие на педали газа-тормоза, все, что угодно. Фильтр очень гибкий, он подстраивается под внешнюю среду, то есть он постоянно мониторит, насколько предсказание фильтра коррелирует вообще с действительностью, и если система идет в разнос, он в общем понижает свое участие, и больше полагается на внешние данные, и работает быстро, там просто математика, перемножить несколько матриц, сложить, транспонировать, все, вот, есть только одна проблема, он уже реализован в чипе, поэтому если у вас нету вот этих вот данных про поворот колес, про ускорение торможения, в общем-то добавить туда нечего, и сколько я на это не старался, в общем сильно улучшить координату, во всяком случае у меня не получилось без дополнительных данных, вот, следующий подход, который мы использовали, это привязка к дорогам, представьте, у нас есть белый лист, это вся карта, на которую могут попадать координаты, а теперь у нас появляются дороги, и пространство, в котором мы можем ошибиться, становится гораздо меньше, нам просто надо выбрать одну дорогу, где едет машина, где едет пользователь, соответственно, вариантов ошибиться у нас гораздо меньше, второй плюс, что так как в GPS направление определяется по вторичным признакам, это позволяет нам быстро понять направление, оно должно быть просто вдоль дороги. Дальше идея состоит в том, что привязку к дорогам можно постоянно улучшать. Если у нас есть дополнительная информация, куда машина едет, можно попытаться представить себя навигатором, подстроить маршрут до точки, куда машина едет, и сделать предположение, что машина скорее всего будет двигаться по этому маршруту. мы всегда будем привязывать, учитывать в первую очередь те дороги, которые ведут машину к ее цели, и на перекрестках мы будем меньше ошибаться. Если у нас нету данных о том, куда едет машина, мы можем использовать старые точки. То есть мы получили несколько точек, поняли, что машина едет по одной из улиц, допустим, по улице Ленина, следующая точка нам приходит с большой погрешностью где-нибудь в другом районе, и мы понимаем, что из Ленина не выходят тех улиц, к которым можно привязать новую точку. Скорее всего, что-то пошло не так. И в качестве верха вот этой вот идеи можно использовать цепи Маркова. Есть алгоритмы, уже описанные, по-моему, даже в 80-х годах, как скрытые марковские цепи. Если представить все дороги в виде графа, если представить машину, состояние машины не в координатах, а в ребрах этого графа, то получается, что весь мир это набор состояний машина. Машина будет, пусть красный это дорожный граф, машина может быть на этом ребре, на этом ребре, на этом, на том. И у этого графа есть замечательная особенность. Из одного состояния можно перейти в ограниченное количество следующих. Если машина на этом ребре, то с этого ребра можно уйти сюда и сюда. Все. Больше ничего нет. пусть к нам приходят точки. Точка Т0, Т1. Вот как-то так машина проехала. Мы начинаем определять вероятности, куда попала машина. Скорее всего, она была на этом ребре. Дальше чего-то непонятное. Точка здесь. Наверное, она была здесь, но вообще с учетом погрешности она могла еще здесь остаться, здесь. что-то непонятное. Мы уверены только в этом ребре. Через некоторое время приходит следующая точка. Мы понимаем, что эта точка рядом с этим ребром. И дальше работает алгоритм по привязке. Он определяет вероятность нахождение на ребрах и потом ищет путь наиболее вероятный. И все хорошо, пока у нас графы простые. А в больших городах часто дороги представляются в качестве сложного узла магистралей. Они параллельны, поэтому с одинаковой вероятностью можно ехать по одной дороге и по второй. Но когда мы доедем несколько километров прям едем-едем, но доезжаем до развязки и оказывается, что с этой дороги можно только прямо ехать, а здесь повороты. И чтобы нам выбрать правильную дорогу, надо отмотать 100 точек назад, а процессора на это нет. То есть GPS характерен тем, что треки собираются огромные. Их сотни точек. И это очень сильно грузит процессор, поэтому итоговый алгоритм вот этих марковских цепей, он настроен на то, чтобы использовать какое-то ограниченное количество. И вот в таких случаях нам приходится либо рвать трек перед поворотом, сказать, да, конечно, мы ошиблись, дорога была выбрана не та, но простите, времени у нас на перестройку нет, ну, либо использовать кучу процессора и отматывать все, начинать заново. Вот. Чтобы не писать все с нуля, поиграться с этим методом можно уже сейчас. Есть такой пакет, как OSRM, это роутинг для, бэкэнд роутинга для карт OpenStreetMap. Он работает именно на алгоритме скрытых цепей Маркова ну и показывает весь процесс. Также у него есть конкуренты Valhalla от компании Mapzen и Graphhopper если первые две написаны на C++ Graphhopper на Java. Все это серверный софт, потому что у мобильников пока не хватает ни памяти, ни процессора для быстрой привязки. И также можно использовать API от Google метод там тоже называется Match. Алгоритмы на которых он работает конечно неизвестно, но тоже привязывает. Вот. И что я этим всем хотел сказать? О чем был доклад? Сказать я хотел примерно то, что во всех телефонах сейчас есть GPS, используйте его, но всегда помните, что GPS подвержен ошибкам. Всегда остается место, чтобы получить плохую координату. Координаты из API верить можно. И как правило контракт она выполняет. Только набор китайских телефонов часто врут в позиции. Но верить можно, но это некрасиво. Позиция не попадает на карту. Она вроде бы рядом с дорогой, где-то посреди здания. Пользователи это бесит. Точек больше, чем нам нужно. То есть собирайте точек и фильтруйте их. Можно выловить гораздо более лучшее, более спозиционированные точки, чем получилось, как первая координата. Качество можно улучшать. Если вы получили точку с плохой координатой, постарайтесь ее привязать. Подумайте о своей предметной области. Машины можно привязывать к дорогам, пешеходов к площадям, возможно, можно использовать какие-то блютузные метки. Из предметной области можно выдрать что-то, что улучшит вашу координату. Ну и последняя мысль. GPS это еще про карты. Как только вы начинаете пользоваться широтой, долготой, точностью. Вам непременно приходится разбираться еще с картами и это помогает. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Спасибо. Данные с акселерометров использовать тяжело, потому что во-первых, телефон могут крутить в руках, во-вторых, непонятен непонятен угол, под которым установлен телефон. И на акселерометр передается дребезг стекла. То есть часто телефон установлен как навигатор и на него переходит вибрация. Идея попробовать просто определять, когда машина точно стоит, когда она едет есть, но мы еще не пробовали, не тестировали такой вариант. Хотя идея, да, имеет место быть. Спасибо. Спасибо за доклад большое. Можно, да, я спрошу. вот вопрос связанный с цепями Маркова. Цепи Маркова используют статистики на ребрах графа. И вопрос, вот у вас граф постоянно меняется, там новые дороги появляются, схемы движения меняются, или даже просто, допустим, добавился новый проезд, у вас граф разбилось на два ребра, на новых. То есть как алгоритмы это учитывают? То есть эту статистику уже надо как-то пересчитывать уже в связи с изменившимся графом? Но цепи Маркова считают в данном случае насколько я помню вопрос есть два две проблемы. Первая это обновлять постоянно граф. Мы потихоньку стараемся перейти к процессу, когда у нас граф каждый день новый, у нас есть все все ребра, все проезды. А что касается статистики, что касается вероятности проезда, мы используем не глобальную вероятность проезда по этому ребру, то есть не какую-то крутость улицы и сколько по ней ездили, а вероятность рассчитывается только исходя из точек этого трека. То есть проезд по всем ребрам равновероятен, и меняется исключительно из геометрического расстояния между пришедшей точкой и геометрией самого ребра. То есть мы не используем какую-то другую статистику, какие-то другие метрики, кроме тех, которые можно получить из данного трека. То есть вы обрабатываете, чтобы эти статистики получить много треков, они геометрически разные, и логичнее было бы привязывать к графу все-таки. Просто мне тогда непонятно, как алгоритм будет работать. То есть на основе чего вы эту статистику получите? Алгоритм работает на основе того, что он берет один трек, берет точки этого трека и вычисляет вероятность нахождения каждой точки на каких-то ребрах. Соответственно ребро получает некоторый параметр, который можно расценивать как вероятность, что пользователь на нем был. И дальше с помощью роутинга просто пытается набраться наибольшая вероятность связанных ребер. Нам не нужны какие-то другие треки, другая информация про ребра, кроме их связности и геометрии. Ну ладно. Спасибо. Подождите, подождите. Спасибо за доклад. Было интересно узнать, что если использовать стандартные андроидовские источники в виде GPS и Wi-Fi одновременно, то можно получить странные эффекты. Понятное дело, что получить GPS-сырые данные и потом их обрабатывать, во-первых, это нету IP специального, у которых это слишком трудоемкое, но можно ведь использовать данные GPS-сы от провайдера андроида того же самого и использовать какие-то общие доступные базы вроде Wi-Gal с точками доступа Wi-Fi и сетями мобильной связи. И по ним еще дополнительно уточнять, чтобы не было резких выкидов координат в гайоне. Да, то есть это все используется с глобальными большими базами данными Wi-Fi есть две проблемы. Во-первых, первое, то, что они решают задачу в общем виде. Эти базы данных созданы просто для определения позиций, и поэтому они стараются не привязывать к дорогам, а возвращать просто какую-то вероятную координату. А вторая проблема в том, что несмотря на обилие точек в каньоне, очень сложно установить их точную координату, потому что получается, что мы собираем кучу телефонов в базу данных Wi-Fi, из них отбраковывается больше половины, потому что китайцы выпускают технику не только с одинаковым SSID, но и с одинаковыми MAC-адресами, а потом вдруг оказывается, что чтобы определить положение оставшихся Wi-Fi точек, нам нужно знать их координату, а координаты у нас нет, потому что GPS там плохо работает. И лучшее, что мы можем сделать, дождаться телефона, который там будет лежать на крыше автомобиля, кто-то пройдет с чуть лучшей координатой, мы сможем улучшить. Но да, мы тоже собираем свою базу Wi-Fi и пытаемся что-то из нее вытащить, чтобы было. Ну и также идея Wi-Fi прикольно ложится на марковские цепи, она тоже виден, видные точки на каждом ребре можно учитывать вероятности того, что пользователь по нему проехал. Лев, спасибо за доклад, очень интересно было и услышите приятные слова, там, марковские цепи фильтрах ламана. Подскажите, хранение всяких трекингов, используете ли графовые базы данных или это вам не пригождается? Про хранение перехода. Понятно. Треки мы храним треков очень много. В большинстве случаев, после того, как они проходят первичную обработку, они просто хранятся как файлы где-нибудь на S3, на дисках. в качестве базы данных для некоторых операций мы используем Postgres с настройкой PostGIS. Специальную графовую базу данных мы не используем, но программные комплексы типа OSRM можно с натяжкой назвать базой данных. Это программы, которые выделяют и хранят в себе граф дорог. Они имеют пространственные индексы типа КД и Р3 деревьев и умеют определять входящие и выходящие ребра из узлов и так далее. Поэтому в каком-то смысле это графовая база данных, но не общего назначения. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Во время поездки вы используете данные только с девайса водителя или используете данные еще с девайса пассажира? Да. Мы используем данные только с девайса водителя. За пассажирами мы стараемся не следить. Почему? При в пассажирам очень приятно узнать, что мы якобы мы не следим. Понятно, что GPS нам приходится включать, чтобы знать, куда приехать к пассажиру. Кроме того, сейчас Джуна работает по такой модели, что водителям мы выдаем собственные телефоны. Телефоны компании. Соответственно, в этих телефонах, в этих GPS-чипах мы уверены. а у пользователей может быть что угодно. Поэтому пока мы используем только водительские треки. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, из множества ближайших точек, по какому критерию происходит выбор тех точек, которые потом используются для расчета траекторий? И влияет на выбор этих точек или погрешность самого датчика GPS? Да, влияет. Когда у нас много точек, мы сравниваем у них в первую очередь погрешность. Чем больше... Если у нас точки с разной погрешностью лежат рядом, то мы выкидываем все, что имеют плохую погрешность. То есть, допустим, у нас шли точки с одной погрешностью, здесь цветовая кодировка, синий до 5 метров, зеленый, по-моему, до 10, дальше желтый и красный. У нас трек шел, 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 потом у нас погрешность ухудшилась, поэтому мы взяли точку вот просто ближайшую к ухудшению погрешности. Дальше мы используем пространственное некоторое кодирование, когда у нас точек с одинаковой погрешностью очень много рядом. Грубо говоря, мы стараемся выбирать любую, но одну. Если у вас погрешность 10 метров, а точки отстают друг от друга на метр, нет смысла сохранять информацию о каком-то дребезге, он, скорее всего, ошибочен. и мы выбираем точку, основываясь на времени от прошлой точки, основываясь на том, что эта точка ложится в ряд, то есть если нету какого-то дребезга вверх-вниз, сохраняется какое-то направление движения, если все эти условия соблюдены, мы выбираем просто любую. Так, спасибо. А вот такой вот интересный вопрос. Вы как отличаете то, что водитель стоит в пробке от того, что водитель припаркован и просто вот он стоит? Если совсем грубо, мы сейчас это не отличаем, нам это не то, чтобы очень нужно. если водитель находится в состоянии онлайн, мы можем предложить ему поездку. Если пользователь пожалуется то, что водитель меня взял, а потом просто так стоял на обочине, но у нас люди посмотрят трек, позвонят водителю, позвонят клиенту и попытаются как-то разрулить этот вопрос. Спасибо. Здравствуйте, вот такой вопрос. Например, есть дорожное движение, например, в Сочи, когда идет дорога, и над ней эстакада еще дорога идет. Вот как-то такие случаи вы сталкивались, как решать проблему GPS-навигации? Спасибо. Отличный вопрос. У меня есть любимый мост в Манхэттене, по-моему, он так и называется, Манхэттен мост. Это двухъярусный мост, на обоих ярусах есть автомобильное движение, и нижний ярус еще дорога с реверсивным движением. В зависимости от времени он едет в одну или в другую сторону. Этот вопрос разруливается во время движения к пользователю или к точке высадки через привязку навигатора, когда мы сначала строим маршрут, скорее всего, на какой-то ярус, будет въезд с той улицы, откуда едет машина, либо его просто не будет. И тогда построенный маршрут пройдет именно по той дороге, которая нам нужна, и мы будем стараться привязать. Либо эта информация, в некоторых случаях эта информация нам в принципе не нужна, но если у нас просто многоярусный мост, который в одном месте собирает машины на все ярусы, в другом там же их через большой перекресток сбрасывает, ну какая разница, где проехала машина. Либо когда уже постфактум мы смотрим, марковские цепи тоже помогают разрулить такие ситуации. Иногда они ошибаются, вот как раз когда мост длинный и ошибок много, но чаще всего эти случаи разруливаются. Спасибо. Еще вопросы? Еще последний вопросик. У меня вопрос по картам OSM, судя по всему вы их используете. Насколько качественные сейчас там данные для таких приложений? Сильно зависят от района. За полгода использования в Манхэттене я исправил одну ошибку, которую я здесь указал, вот я теперь ее из одной презентации в другую устраивал, и в остальном с геометрией было все чисто. и в некоторых районах чуть похуже. Тут скорее вопрос к тому, как вы их используете, как у вас поставлен процесс, потому что я пока работал, имел за время моей работы на разные компании, я работал как с открытыми картами, так и с поставками карт за деньги. Если в ОСМ вы сегодня можете пойти, найти бак, поправить, и на завтра у вас уже полностью исправленный граф, то с коммерческими картами так, как правило, не бывает, вам когда-то придет диск с новым графом, вам его надо будет накатить на все системы, но если коротко, нам хватает. Спасибо. Еще вопросы? У нас еще пять минуточек. Спасибо за доклад. Опять же по поводу OpenStreetMap, а как вы разрулили ситуацию, когда дорожное движение, оно в той же Москве может меняться, закрывает один переулок, открывает другой переулок, либо авария, и пользоваться построением маршрута через OpenStreetMap это рискованно, то есть тот же Google или Яндекс смогут сделать качественно, но у них платные услуги. И вот именно постройка маршрута, я понимаю, что там ехать и привязываться к карте можно через OpenStreetMap, а вот строить маршрут, мне кажется, это довольно рискованно. в компании Джуна мы сейчас используем смешанные карты, то есть привязываемся к OpenStreetMap, дорожную обстановку сейчас определяем через Google, но если рассматривать этот вопрос изолированно и без информации о пробках, о реальных скоростях движения, то именно в Москве на тот же OpenStreetMap обновляется быстрее Яндекса или Google, потому что есть комьюнити автолюбителей, если сейчас посмотреть на Москву, то окажется, что, во-первых, все строящиеся развязки, они уже нанесены как проектируемые, это там стиль очень такой прозрачный, поэтому их почти не видно, но в данных они есть, и в день открытия развязки прямо идет огромная война за то, чтобы включить эту развязку в строй в картах, чтобы имя этого картографа отражалось на этой развязке, поэтому вот в мегаполисах, в странах с развитым движением открытых карт такой проблемы вообще нет. Спасибо. Еще вопросы? Есть? Да. Ну ладно. Всем спасибо. Я приглашаю вас на стенд компании Джуна на втором этаже. У нас вкусное кофе, и у нас много специалистов приехало. Вы можете задать нам любой вопрос. Спасибо. Спасибо.